МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой поток информации зачастую мешает людям выделить для себя особо важные и актуальные темы, помочь телезрителям разобраться в медиапространстве, понять, какие события напрямую могут повлиять на их жизнь, намерена наша новая программа. Читая междусрок, а именно так она называется, хочется понять, какая же информация достоверна, что стоит порой за кричащими заголовками и стоит ли ей доверять безоглядно. С вами Анжелика Григорьева. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о парке Сычуанчуаше. Он создается с участием китайских инвесторов. Планируется, что на территории республики будет построен комплекс, включающий коровники и телятники, станцию профилактики и терапии, площадки для хранения кормов, административно-бытовой корпус для технического персонала и гараж для сельхозтехники, убойно-санитарный пункт. Кроме того, предусмотрено создание комплексной системы очистки, включающей станцию сепарации навоза, лагун для хранения и площадки для складирования твердой его фракции. Готовясь к программе, наша творческая группа просмотрела газеты, порталы, социальные сети. И вот, что мы увидели. История с китайским инвестиционным проектом не оставила равнодушным никого. На эту тему рассуждали все, от профессионалов до дилетантов. Достоверная информация перемежалась слухами. Средства массовой информации, интернет-порталы, социальные сети время от времени поднимали эту тему. Вот некоторые рассуждения. Кто гарантирует добросовестность зарубежных партнеров? Не будет ли гумусный земельный слой превращен пестицидами в трубку? Спрашивает информационное агентство «Регнум». Где будут докупать молочное сырье в регионе с дефицитом сырого молока? И не приведет ли это к скачку цен? Скупка земли, грядущее экологическое бедствие. Вторят некоторые газеты, считающие себя оппозиционными. Участники митинга под эгидой коммунистов в Кугесих тоже сказали свое слово. Эту перечень можно было бы продолжить, если бы не одно «но». Парк Сычуань-Чувашия признан приоритетным проектом. Гарантом выступает правительство республики и контроль над его реализацией профессиональный. Но давайте обо всем по порядку. Инвестор проекта – крупнейшая китайская компания Сычуанская государственная железнодорожная инвестиционная корпорация. Наша творческая группа побывала в Чиньду и встретилась с представителями компании. Инвестиционная группа железной дороги Сычуани была основана партийным комитетом и правительством провинции в декабре 2008 года для развития железнодорожных и автомобильных дорог. В то время уставной капитал составил 20 миллиардов юаней. Сегодня он увеличился почти в семь раз, а инвестиционные строительные проекты распространяются на 28 провинций и ряд зарубежных стран Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, а также на Австралию и Россию. Сегодня корпорация работает в трех регионах Приволжского федерального округа – Татарстане, Самарской области и Чуваши. Китай и Россия сейчас являются стратегическими партнерами. В июне этого года председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посещал Россию с визитом, принимал участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Музей и корпорации – десятки реализованных масштабных проектов, подтверждающих высокое качество работы. Из последних – мост в Норвегии, выдающийся не только техническими параметрами, но и оформлением. Издали напоминает северное сияние и прекрасно вписывается в пейзаж. Впрочем, объекты Сычуаньской железнодорожной инвестиционной корпорации органичны не только внешне, но и внутренне. Кредо-компания – сохранение окружающей среды, использование природосберегающих технологий. В первую очередь, эти соображения легли в основу концепции агропарка Сычуань-Чуваши. Проект предполагает создание отраслевой цепочки, кормовые угодья, молочное животноводство, переработка молочного сырья с общим объемом инвестиций 10 миллиардов рублей. Этот проект уже начался. Наш проект получает огромную поддержку от правительства Чувашской республики и от самого народа республики. Через этот проект мы создаем много рабочих мест для местных жителей. Мы должны в то же время сохранять экологию в республике Чуваши. И мы планируем в течение трех года реализовать всего проекта и получаем уже молочные продукты. Сохранение комфортной и здоровой среды для жизнедеятельности – цель еще одного проекта, в котором участвует Сычуаньская железнодорожная инвестиционная корпорация. Новый район Тиньфу предполагает создание города-садов в полном смысле слова. В городе Чинду, в центре провинции Сычуань, под него отведено 73 квадратных километра, вокруг живописного озера Синлун. Здесь разместятся научно-исследовательские, инновационные предприятия, жилье, сельскохозяйственная территория и лесопарковые зоны. Экологический спутник Большого Чинду переводится как «небесный город» и должен стать моделью современного мегаполиса. Что касается опасений насчет экологической и экономической ситуации, хочется спросить, ну неужели кто-то всерьез считает, что такой масштабный проект не прошел экспертизу? Проверку еще на стадии согласования. Любой проект для того, как его признать приоритетным, рассматривается на Совете по инвестиционной политике при именэкономразвитии Чуваши. В состав Совета входят все представители всех отраслевых органов исполнительной власти. То есть заявитель и инициатор инвестиционного проекта собирает определенный пакет документов, доказывающий его экономическую эффективность, социальную эффективность. Дают заключение по реализации и по целесообразности признания проекта приоритетным. Все отраслевые министерства высказывают абсолютно независимо свои мнения. Потом происходит обсуждение на Совете по инвестиционной политике. И только после вынесения рекомендаций данного совета уже Кабинет министров принимает решение о признании этого проекта приоритетным. Минсельхоз Чуваши по собственной инициативе запросил предварительное мнение Роспотребнадзора, Рослихознадзора по возможности реализации этого проекта и возможных экологических последствиях. Потому что мы знаем тот общественный резонанс, который возник у нас в республике. Но был дан конкретный ответ. При представлении проектной документации будет проведена экспертиза с выездом на место и будут даны соответствующие заключения. То есть надо понимать, что все проекты, независимо от того, признаны они приоритетными или нет, они реализуются по тем санитарным и экологическим нормам и требованиям, которые у нас действуют на территории всей Российской Федерации. Главный агроном китайской организации Сычуань Чуваши – это наш житель, который уже имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве. И он подтвердил всем, что ни химпрополка, ни внесение пестицидов, никаких гербицидов на этих территориях не производится. Все происходит естественным путем. Потому что проект предусматривает реализацию молочной продукции, сухого молока на экспорт в Китай. А мы знаем, что экспортные требования китайских партнеров – они самые жесткие. То есть у них четкое требование, что продукция должна быть экологически чистой. Ежегодно из Чувашской Республики вывозится 200 тысяч тонн молока в связи с тем, что оно просто не востребовано у наших производителей. Каждый производитель молока, который реализует свое молоко именно в виде сырого и охлажденного молока, поддержит нас. Производители молока на той встрече, которая была у нас на территории Парецкого района, высказываются однозначно. Нужна здоровая конкуренция между именно производителями и переработчиками молока, чтобы стабилизировать цену на молоко, чтобы не было необоснованного снижения. Китайские инвесторы, они ведь не просто строят завод по переработке молока, и они не будут бегать и собирать все молоко по регионам. Они реализуют свой проект комплексный. Он предполагает строительство молочно-товарной фермы, молочно-животноводческого комплекса на 10 тысяч дойных голов. То есть у нас пока на территории республики такого стада нет. То есть мы понимаем, что у них будет свое молоко, плюс то молоко, которое сейчас вывозится из республики, плюс соседние регионы, которые тоже, я думаю, с удовольствием поставят молоко, которое у них не востребовано. Пока доморощенные эксперты и воинствующие экологи подсчитывают мифический ущерб, из соседних регионов звучат предложения о сотрудничестве. Мол, если в Чувашии не хотят, то мы готовы. У Татарстана, в частности, уже есть положительный опыт сотрудничества с инвесторами из Поднебесной, и они готовы его расширить. Да и в районах Чувашии, где жители адекватно оценили перспективы сотрудничества, вовсю кипит работа. Парламент республики на днях побывал в Парецком районе, чтобы увидеть, как идут дела у партнеров. Работа по реализации проекта началась осенью 2018 года. Земли Парецкого района, которые не обрабатывались почти 25 лет, расчистили и весной этого года почти 2000 гектаров засеяли однолетними культурами. Вика, овес, райграсс. Урожай я оцениваю для первого года замечательно. Сейчас нам осталось выполнить только уборку урожая, кормозаготовительной работы, чтобы всю эту зеленую массу закатать в курган на зерно-сенаж. Из 5000 гектаров арендованной земли обработали 4. Не хватает техники и людей, говорит представитель китайской стороны. Есть проблемы с газовиками. Ведь в соответствии с законом, если рядом проходят сети, нужно особое разрешение. Я привезу инвестицию, конечно, чтобы получить какой-то результат. Мы вот такие тяжелые работы выполнены. Вот здесь было место, выбирали, разбили, эти место, сейчас посадили. Это очень хорошо. Мы создаем, молочные фермы, более 10 тысяч коров. Привезти сюда коровы из Европы, эти оборудования тоже покупаем из Европы. Работы идут поэтапно. За один год получить хороший результат невозможно. Но то, что здесь работы идут, это налицо. Сейчас будем смотреть площадку, где будет строиться молочная товарная ферма. Животноводческий комплекс – это важный этап реализации проекта. Сейчас решается вопрос очистки земли, где находится лесной массив федерального значения. Вопрос решаемый. Мы буквально недалеко отсюда, 40 километров, на сторону такая проблема была. А здесь вообще не заповедник, я думаю, этот вопрос вообще просто нужно. Я обязательно документы раскину в администрацию, какие-нибудь писали письма, автоматированные, где все есть, чтобы не повторяться, чтобы они там уже посмотрели, обратились, я думаю, вопрос будет решен положительно. Начать строительство фермы планируют в следующем году. У нас есть несколько рабочих моментов с Минсейхоз, Российской Федерации, они тоже поддерживают этот проект. Этот проект потом будет включать в список самых главных проектов сотрудничества Российской Федерации с китайским государственным проектом. Поэтому они тоже поддерживают наш проект, чтобы развиваться экономика здесь, в Чувашии. Открытие фермы с нетерпением ждут и жители Парецкого района. Ведь это шанс работать на родине, а не ездить по всей стране в поисках заработка. Мы надеемся, что, как говорят наши инвесторы, с которыми мы работаем, что там будут созданы до 100 рабочих мест. Китайские – это инвестиции, инвесторы. А осваивают эти деньги, я так всегда говорю, мордва, Чуваши, русские, башкиры – это наши жители, которые не поехали в Москву. По мнению депутатов, такие проекты вдохнут новую жизнь в сельские территории. Этот проект очень важен для Парецкого района, потому что у нас налоговая составляющая, планируется много уже. Мы получили налог на землю, за аренду получили около 2 миллионов рублей. Но рабочие места, рабочие уже свои работают, много подкрепили свои хозяйства и финансовые положения. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их адрес нам, например, в Минсельхоз Чувашия или в нашу редакцию. Читая между строк, не всегда можно получить достоверную и полную информацию. Субтитры создавал DimaTorzok